Добрый вечер! В эфире новости 24 в студии Махач Курбанов. И в начале короткий анонс того, что будет сегодня в выпуске. Первый этап реализации программы «Безопасные и качественные дороги» завершили в Махачкале. Столица Дагестана вошла в первую тройку недорогих курортов России для летнего отдыха. До конца года в республике построят 20 школ. В рамках президентского проекта «Безопасные и качественные дороги» в Махачкале сдано 10 улиц с новым покрытием. В ходе инспекции осмотрены улицы Амитхана Султана, Мурадова, Гальченко, Ушакова, Фадеева. Здесь завершены работы по укладке дорожного покрытия, установлены новые бордюры, ограждения для безопасности пешеходов и дорожное освещение. Качество выполненных работ оценили и чиновники, в их числе первый вице-премьер Рамазан Алиев. Всего в этом году должны провести обновление асфальта на 68 улицах. Такие же работы проводятся и на подъездных путях к столице Дагестана. Программа продлится до 2025 года. Планируется провести реконструкцию полтора миллиона квадратных метров путей. Это будет реализовано и горожане получат комфортные и безопасные дороги. До конца года в Дагестане построят 20 школ. 8 из них на 4926 мест откроются уже к 1 сентября. Об этом на заседании общественного совета при Минобранауке республики заявил заместитель министра образования и науки Республики Дагестан Тимирхан Халилов. Он отметил, что всего к концу года завершится строительство 20 школ на 10 582 места. Халилов напомнил, что по плану до конца года было намечено открытие шести новых детских садов. Три из них будут в сентябре введены в Каспийские Махачкале. Строительство остальных ведется в активном режиме. Также согласно плану было необходимо ввести 35 частных садов, из которых уже работают 33. Напомним, что с 2013 года в Дагестане открылось 102 новых детских сада. Однако работы, по словам Халилова, предстоит много, поскольку 18 тысяч детей все еще находятся в очереди. По поручению главы республики необходимо продумать альтернативные формы охвата детей. Скорее всего, речь будет идти о семейных дошкольных группах до Бавилоны. С коротким обзором новостей вас ознакомит Алина Хасанбекова. Абдул-Рашид Садулаев отмечен государственной наградой Ингушетии. Учрежденную к 25-летию образования Республики Ингушетии специальную медаль 11 июля вручил титулованному дагестанскому вольнику глава региона Юнусбек Евкуров. Галоконцерт фестиваля конкурса «Мир вокруг нас» пройдет в Дербенте 15 июля. В мероприятии примут участие коллективы детских хореографических школ, различные студии искусства, артисты национальных песеней театра, а также все желающие. Конкурс проходит в номинациях «Театральное мастерство. Праздники, обряды и обычаи дагестанского народа». Дагестанские борцы стали призерами международного турнира в Абхазии. Международный турнир имени мастера спорта Владимира Маршани проходил в Сухуми. Участниками турнира стали свыше 300 юных борцов. Дагестан был представлен 11 воспитанниками детской и юношеской спортивной школы Хасавертовского района. В Хасаверте разгромили приют для бездомных животных. Инцидент произошел прошлой ночью в приюте для бездомных животных «Зоохелп». Как сообщают волонтеры зоозащитной организации, в результате разгрома пострадали 7 находящихся в загоне собак. Сами зоозащитники подозревают в случившемся людей, жаловавшихся на соседство приюта. Зоозащитники отмечают, что ранее лай собак не давал соседям якобы уснуть. Столица Дагестана вошла в первую тройку недорогих курортов России для летнего отдыха. Аналитическое агентство Турстат составило рейтинг самых недорогих курортов России для отдыха на море и летнего отпуска в 2017 году и выявило цены на отдых. Рейтинг курортов составлен по результатам анализа данных систем онлайн-бронирования средств размещения летом. Возглавляют рейтинг курортные города на Черном и Азовском море, в Краснодарском крае и в Крыму, на Каспийском море в Дагестане, а также курорты минеральных вод в Ставропольском крае. По данным Турстат, стоимость проживания вдвоем на недорогих Каспийских курортах Махачкалы летом составляет до 2000 рублей в сутки. Летом туристы приезжают на курорты в среднем на две недели. Ну и напоследок, как обычно, курс валюты на завтра. Доллар 60 рублей 62 копейки и евро 69 рублей 44 копейки. Еще больше информации вы можете увидеть на нашем сайте inntv.ru. Я с вами прощаюсь. Всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»!